Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Он заключается в том, что вы хотите намекнуть мужчине на то, что не против вступить с ним в интимную связь, но у вас нет общения. Сам мужчина предложит ее, и вы спрашиваете как вам лучше действовать. Ну, в этой ситуации. Очень многое зависит от того, чего вы хотите. Очень многое зависит от того, что если мужчина вам просто симпатичен, то это одно. Если мужчина вам просто симпатичен, то это одно. Если мужчина привлекает вас только сексуально, это другое. И если вы надеетесь на некоторые отношения с ним, у вас к нему чувство, например, у вас к нему чувство есть та, то это еще один вариант. То есть вариантов здесь достаточно много, как вы видите. И вам нужно определить, какой вариант вы хотите. Потому что, как бы, за каждый вариант вы будете, условно говоря, платить. За каждый вариант вы будете расплачивать. За каждый вариант вы будете платить именно вот, значит, ну, какими-то последствиями. Не обязательно это будут последствия негативные. Не хочу, чтобы я думаю, что это будут негативные последствия обязательно, но... Вполне возможно, что не все из этих последствий вам будет как-то приятно, может быть, осознавать. Не все из этих последствий вам будет, не все из этих последствий вам будет... вам будет нравиться. Вот. Поэтому этот момент обязательно нужно учитывать. Смотрите, подумайте сами, допустим, чего вы хотели бы. То есть, если просто интим, то да, да, можно намекнуть, но в таком случае, наверное, стоит учитывать то, что человек может о вас подумать. Не самые такие, может быть, не самые такие вещи, которые, ну, будут позитивными, позитивными. То есть, вам нужно ответить, я хочу ли я этого, хочу ли я, чтобы он обо мне вот так подумал. Вот. Потому что, если не хотите, да, ну, если вам этого не хочется, точнее, то, ну, наверное, в таком случае не стоит. То есть, вам здесь вот, наверное, так вот никто не подскажет на сто процентов. Что касается того, как лучше это сделать, то, на мой взгляд, по моему скромному мнению, исходить нужно из того, исходить именно, исходить нужно из того, что вам ближе, ближе, да, что вам, ну, что вам, нравится, нравится, что вам хотелось бы, вот, из этого, я бы сказал, нужно исходить. Вот. То есть, если, ну, в зависимости от того, как вам хочется, то есть, как для вас, ну, как для вас, для самой приемлемой. Потому что здесь очень важно вот это вот ситуация выбора, когда у вас есть выбор, когда вы можете выбирать, когда, ну, когда у вас есть такая возможность, возможность выбирать, понимаете? Если игнорировать свои возможности выбора, то, то, на мой взгляд, ну, ничего хорошего не получится. Вот. Я думаю, я думаю, я думаю, я думаю, так. Такой ответ вам можно дать. Я также, эээ, хотел бы, наверное, согласиться с коллегой, эээ, кудричевым гремляне, который, в общем-то, пишет о том, что вы боитесь начинать общение. Я думаю, что это, к сожалению, или к счастью, это правда. Вы боитесь начинать общение с человеком, вы, ну, проявляете, проявляете вот эту вот неверенность в себе, вот, и, соответственно, с этой неверенностью в себе нужно работать, чтобы вы чувствовали себя, ну, более, как-то комфортно, более, как-то естественно, да? Ааа, ну, вот, свои, свои ситуации, потому что, если вы себя так не чувствуете, если вы себя так не ощущаете, то есть достаточно серьезная проблема сверхмотивации, которая делает вас не совсем естественно в плане поведения. И человек это может почувствовать, если человек это почувствует, то, ну, грубо-грубо говоря, вам ничего хорошего. Ничего хорошего для вас в этой ситуации нет. Вот. Поэтому это нужно учитывать и стараться, значит, ну, достаточно четко, насколько это возможно, достаточно четко для себя понимать, что вы хотите, вот. То есть если там, допустим, что это простой секс, вот, если вы хотите простой секс, то это один вариант, да, и тут нужно, опять же, понимать, понимать все все риски, да, и, как бы, понимать, что это именно интимная история, и, наверное, и, наверное, именно, в интимной истории больше всего у людей проявляется каких-то, вот, ну, каких-то разночтений, вот, когда, то есть, ну, разночтение, это вот, что такое разночтение? Это когда люди, там, по-разно, ну, по-разно, вот, понимают какие-то вещи, да, то есть, по-разно, по-разно видят, одно и то же, по-разно видят люди. Вот, и вам, наверное, желательно, как-то вот в этом направлении, ну, в этом направлении смотреть, вот, и стараться сделать так, чтобы человек вас именно, вот, что понял, да, вот. Вот. Стараться сделать так, чтобы человек вас именно, ну именно хорошо увидел то, что вы пытаетесь от него донести, ни больше, ни меньше. Вот. А в инспоративном случае могут быть какие-то непонятки. Вот. То есть мне это в этой ситуации видится вот так, ну опять же, как бы мне эта ситуация видится такой, а он со своей стороны, это стараться может видеться иначе, а вся. Вот. Поэтому начать всё же лучше сообщение, что тогда и какой-то интимный момент будет происходить более естественно, более качественно, более лучше. Вот. У мужчины будет меньше ощущений, что его воспринимают исключительно как фикциальный объект. Вот. То есть человеку будет как-то легче, спокойнее. Вот. Ну человеку будет легче, спокойнее себя ощущать как-то, ну в этой вот ситуации. Ну что у некоторых, ну у некоторых мужчин может приводится такая история, что значит, ну что я только в сексуальный объект и всё и ну если я там допустим не в правильности, если у меня там будет удача, ну если у меня будет какая-то неудача, то значит, я облажаюсь, вот, я облажаюсь и если я облажаюсь, то это будет, ну, крайне-крайне вот неприятно. Вот. Думаю. Поэтому. Постарайтесь, как-то вот всё-таки сделать, ну, что было комфортно и вам, и что было комфортно мужчине, наверное. выбирать вам в любом случае. И вот мне кажется, что вы подвергаете себя некоторому риску, когда делаете подобного рода предложения, поэтому делать подобное предложение имеет смысл только если вы уверены там, допустим, уверены в своей самодельницы, на принципе. То есть если вы уверены в себе, если вы вот как, например, вами, да, воспримется отказ, то есть если человек вот решит вам отказать. как вы к этому относятся. Вот это такая достаточно. На мой взгляд важная деталь, вот потому что если вы не знаете, как вы отрагируете на отказ человека, то мы лучше не пытаться, потому что мужчина может отказать вам. Это его в принципе такое вполне адекватное, как мне кажется, право. Да? Подумайте об этом. На этом все пока что. Я желаю вам самого доброго и удачи!